Пришли к двери. Значит, девочка объяснила, что за этой дверью, рассказала, что за дверью. Вот эта елочка там, старая, значит, мебель и какие-то там еще с краской. Вот думают как бы на этого, начальника безопасности. Значит, а дети не дают опознать ребенка, не показывают в лицо. Значит, уже родители ушли из садика. Вы будете вызваны к следователю. Потому что я имею право. Вы про меня что-то поступили. Завтра, я сейчас разговаривал с юристом, завтра будет мой документ, накладная. Я еще раз повторяю, я юрист, я знаю права, обязанности и так далее. К чего вы пришли? Вы кто такие? Вы частным порядком хотели это выяснить. Какое вы имеете право на это? Надо получить право. Почему же мы не имеем право знать? Да очень просто. Есть следствие ведется, да? И вы дожидаетесь по... Вот видите, съемка. Вы съемка ведете. Как вы имеете право на съемку? Я корреспондент по московной правде. Я веду съемку на основании закона о СМИ. А какую съемку-то? Видео. Видео. Да. А какому поводу? Вот мне что-то... Вы спросили меня, я хочу сниматься или нет? А зачем? Я не обязан это спрашивать. Как это? Вы человек... Ну вот вы только что сказали, что вы юридически подкованы. А задаете такие глупые вопросы. Я задаю юридическую академию. Ох, ну... Значит, у вас пробелы в знаниях. Вы находитесь на улице, я вас снимаю. Он является журналистом, он член общественной палаты нашего Сергио-Посадского района. Я представлюсь, я заместитель председателя Сергио-Посадского городского совета депутатов. Значит, ну, по безопасности есть. Очень приятно. Поэтому нам поступила такая информация. Мы как общественники, я как депутат, он как член общественной палаты и как журналист, мы не имеем права игнорировать ситуацию. Естественно, мы прибыли для того, чтобы, ну, либо убедиться в чем-то. Вот мы сейчас сами так же. Вот нам рассказывают из первого источника, значит, что произошло. Прекратите меня на такие вопросы. Нет, ну, как бы такие вопросы. А почему? Мы со следователем ходили. Никто? Вы ходили, чтобы я милицию... Вот вы хотите сказать. Я милицию вызывал, они без права не правятся или нет. Смотрите, какая ситуация. Я, скорее всего, понимаю, что наши граждане, не только в городе, но и в России, опасаются в качественности проведения расследования. Я так понимаю, были родители, значит, была общественность. Общественный контроль. Они хотели, может, удостовериться в тех или иных фактах, чтобы они зафиксировали эти факты, чтобы потом никто эти факты не... Идите в следовательный отдел и через них решайте эти проблемы. Скажите, а что вам скрывать? Вы к нам не ходите, и мы вас не допустим никто. А что вы скрываете, скажите? Что это за секретность? Это вот военная база какая-то. Павлина Васильевича. Павлина Васильевича, дело в том, что понятно, мы к вам без вашего разрешения не ломимся. Мы думали, что вы имеете гражданскую позицию. Если скрывать нечего, вы бы открыли, значит, люди бы убедились, посмотрели, там, может быть, что-то сфотографировали, что это не так, и спокойно бы ушли бы нам. А вот когда вы сейчас не пускаете, создается невольная ситуация, создается невольная ситуация, что либо кто-то замешан из сотрудников, либо есть чего скрывать. А в совокупности, в конце концов, раз этот конфликт произошел, это лишний раз говорит о той системе негативной, что творится в образовании, значит, в школьном, в дошкольном, в нашем районе. К сожалению, об этом уже многие говорили и говорят. Кто-то опять будет говорить, что кто-то это хоть пиар делал, это не пиар. Это трагедия. У людей получилась трагедия. Мы хотим выяснить. Общественность уже не верит никому. Никому не верит. Если вы начали с того конца, идите в администрацию управления образованием. А мы не хотим. Лично я не хочу идти, потому что я не верю. Почему с нас начинают ваше саду? Потому что это не режимный объект, он не закрытый объект. Это родители имеют право. Если надо, мы халатики белые возьмем или, не знаю, обувь какую-то наденем. Вы покажите, по-другому, где это было. Где родители? Где родители? Где родители? Отец, отец, где? А вот представитель. Все, товарищи, закончили разговоры. Если вы не уйдете, я повторно вызываю, сейчас только милиция была. Это вызывайте. Милиция придет, и вас уже по-другому начали. Мы не что-то такое делаем. Если вы юрист, если вы понимаете. Я уважаемый, я 27 лет служил в органах внутренних дел. Это подполковник милиции в отставке. Ничего не меня не попросят. А я 33 года в ФСБ послужил. Вот вы и развалили весь Советский Союз, в том числе и ФСБ ведь. Потому что на то пошло. Пошло, поехало. А это вы первые такую реплику пустили. Пошло, поехало. Это вы пустили первые. А все, товарищи. Какой вы должность здесь занимаете? Разговоры. Вы какой должность здесь занимаете? Зам по безопасности. Поэтому милиции, ничего, нам предъявить нечего будет претензий к милиции. Зам по безопасности. Трещит по швам. Естественно, она лишнего вот такого шума боится. Не, конечно, понятно, что им такой садоверен. А почему вы не берете во внимание тот факт, что подозревается мужчина, а в детском саду работают только два мужчины. И это один из них. Может быть, это... А ребенку на опознании не показали этого мужчины. Ребенок этого мужчину до этого видел. Ребенок сказал, что этот мужчина приходил переодетый. И раньше на праздники смотрел, как они, дети, переодеваются. И впоследствии брал их и вел в подвал, совершая с ними всякие действия. Причем ребенок полностью записан на камеру. Показал, какие действия, что, куда и чего. Человек, про которого рассказывает ребенок Маша, запугал их. Сказал, что если вы расскажете родителям, я скажу, что вы оболгали меня. И расскажу, что вы со мной делали. А он работает здесь, детская саду? Это он же, вот этот. Нет, тут два. Ну тут два, неизвестно. Вот кто из них, неизвестно. Кто мог взять детей из группы? Я думаю, что кто-то... Ну не дворник же мог детей из группы. А это было неоднократно, понимаете? Воспитатели по договоренности, скорее всего. Ты же наверняка кто-то отдавал детей. Как ты увидишь ребенка из садика? У меня двое детей. Никак не увидишь. Я знаю, как это не выводили. А когда вскрылся этот сад? В декабре. В декабре. Это с декабря месяц? В декабре. Нет, ну вы представляете... Вы думаете, почему... Вы думаете, почему... В декабре... Ребенку не дали человеку увидеть в лицо, то есть не было очной ставки, чтобы он подтвердил, что это этот человек. Проще простого. Либо опровергнуть надо, либо подтвердил. Нет, у нас противодействие к кому-то. Здесь назначено надо либо опровергнуть, либо подтвердить эту ситуацию. Дети пострадали. Здесь укрывать невозможно. Они начали писать. А кто ведет следствие? Это прокурорские ведут следственные комитеты? Да. Это следственный комитет, да? А он сегодня здесь был? Он не был, его сейчас вообще не доступен. Дело в том, что человек... А материал еще у него на расследование? То есть дело не прекращено, он на расследование, да? Просто я так понимаю, что вы уже доведены до такого отчаяния, потому что я тебе понимаю, с декабря месяца полгода, фактически, и никто не выявил за полгода реальный факт. Их развращает маленькие детей, какой-то дядя. Прикобрались, у которых ребенок, подождите, тоже ночью не спит, боится сходить в туалет. Ребенок их утверждает, что их водили куда-то, показывают, под пол. А вы представляете, когда мы шли с этой маши на следственном эксперименте в присутствии нашего полицейского духовного, который вел нас, как следствие эксперименту, сразу, там под землей песок мокрый. И в эту комнату ребенок по катакомбам, по катакомбам метр семьдесят шоу показал эту дверь. Хорошо, что завхоз вообще не открыла эту дверь. Она сопротивлялась до тех пор, пока уже мы у ребенка не стали спрашивать, Маша, что за дверью? Я говорю, может быть, там костюма, Маша, нет? Ребенок целиком полностью описал, что за дверью? Да, может быть, говорю, там куклы, игрушки старые. Маша говорит, нет. Я говорю, так вы что за дверью, скажи, Маша? Она говорит, зеленая мебель старая сложена. Четырехлетний ребенок говорит, что еще? Что-то красное большое и синее. Ну, естественно, вот елка, которую она до этого описала. Открываем, вот они, зеленая мебель сложена, банки с краской открытые, красные, синие краски, с которых стекает эта краска. Ребенок это просто описает. Я бы их не мог, понимаете? А что представитель, вот следствие-то, как он аргументирует эту ситуацию? Почему так долго ведет? Он говорит, что мы допрашиваем, мы допрашиваем. Они к Дударю выходили, к Дударю говорят, может, ребенок ваш, там, ясновидящий, у сослов родителей. Ну, понимаете, то есть, говорит, ребенок выдумал, но ребенок не мог полностью описать, что находится за... Да нет, ну что, Маша, что ребенок выдумает. Зашли, вот она, елка. Ребенок рассказал, как они играли. Значит, вот в игру, кто папа, кто мама. Ребенок там сразу возбудился, сказал, бегать все, халатать, хватать, то папа, кто мама. Вот в игру они эту играли. Детей раздевали, совращали. Даже словечки, она мне, эй, мальчик, такие вещи. Так их же в Москву возили. Так их же в Москву возили. В больнице, в больнице, подтвердилось. Ребенок подтвердили, что ребенок изначально всю информацию правдиво сказал. А в Следственный комитет России не обращались с жалобой, почему такая задержка? Ну, может, кто-то только не обращался. Так, обращались, да? Вы можете себе представить? Да. Рвало ребенка, чем их опаивали, неизвестно. Не поняла. Гинеколог подтвердил, психиатры подтвердили. Ну, вы понимаете. Что-то какая-то дикость. Жуть это на своем мире. Ну, жуть. Очередная дикость. Очередная дикость. В другой сад, она типа, а вы, извините, такое там устроили, куда же у вас другой сад? Они говорят, ну, ребенок же перечислил, что за дверью. На что я бы в Дарьеве сказал? Ну, да, можете с нами видеть. Ну, я лично не слышала этих слов. Ну, со слов родителей. Ну, это кошмар просто. А другие родители испугались. А вы можете дать мне копии, допустим, тех заявлений, какие вы... У родителей все. Вот собрать, Наташа, но не обязательно сегодня. Да, 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 у родителей все. Соберете, когда позвоните. Копия протоколов из института психиатрии. Да, да, да. Вот все, что возможно, все, что не секретно. Все, что могу все собереть. Как вы считаете, с такими людьми как стоит поступать? С такими людьми, я считаю... Нет, с людьми, которые, если факт подтвердится, однозначно законодательство сейчас предусматривает кастрацию, значит, и все соответствуют по закону меры, вплоть до поженивого заключения, если такой факт будет приведен. А то, что наши власти районные игнорируют и затирают факт расследования... Я думала, родители надо. Вот как я. Я всегда считаю так. Ну, я буду так считать. Собрать всех родителей и отдать. Поехали забирать. Я не могу там. Есть ли я? Серьезна, как вы считаете, как стоит поступать с такими людьми? Я просто еще раз говорю, отдать родителям. Все вместе, надо. Родителям отдавать. А что они? Сейчас. Ха! Конечно, я сейчас уже не в том... Да, безобразие. Когда в начале было... Это у вас безобразие, а не у нас. У нас не безобразие. Безобразие. Чем-то у меня безобразие. Если они будут так вот игнорировать, мы вынуждены будем собирать митинги, мы вынуждены будем, опять же, подчеркиваю, действовать законным путем и будем привлекать общественность. Потому что другого пути у нас нет в этой ситуации. Мы обязаны защищать своих детей от тех действий, которые происходят. И почему власть, к сожалению, вот так вот похабно с декабря месяца не разобралась? Это тоже вопрос уже к власти и к правоохранительным органам. Почему они с декабря месяца не могли либо опровергнуть данную информацию, либо подтвердить и принять должные меры? Чтобы родители, чтобы окружение, чтобы жители города Сергий Посад чувствовали себя спокойно. Ничего за полгода с декабря месяца не сделано. Это, к сожалению, печально. Это вот все, это вся, может быть, это кульминация в том числе тоже, того бардака, который в нашем районе конкретно уже на протяжении последних лет происходит. Спасибо.